Слово о том, где мы находимся. Мы находимся в самой любимой моей части города. Это Ленинский район. Пересечение улицы Московской и Советской. Замечательное место, просто исключительное место. И здесь вы, естественно, можете... Пункт номер один. Спокойно, грамотно остановиться. Пункт номер два. Покушать, причем цены очень-очень дешевые. И пункт номер три. Помыть машину. То есть, если к вам кто-то приехал, почему бы вы не порекомендовали приехать сюда? Потому что здесь есть все. В наличии отличный отель. Небольшой, правда. Замечательный ресторан, в котором мы говорим, что это кафе. И, естественно, бойка машин. И куда мы вас зовем? В мини-отель. Причем по минимальной цене. За комфортное размещение, да еще и где? В Ленинском районе. Мы, походу, как в Москве. Центр и цены. Но зачем это делать? Центр и цены для кого? Мы такие же люди. Я, честно, побывав в Анталии, вам скажу. Там цены от 40 до 60 лир. То есть, от 20 до 30 долларов. Так же, как и у нас. Только там от тех отелей до старого города идти от одной минуты до пяти. Здесь практически то же самое. Трамваи, маршрутки рядом. Мест и не так уж и много. Но какое качество? Отличные телевизоры и кондиционер. Что еще нужно? К слову, о тех местах, где можно сексом заняться. Везде говорят, что не сексуальные мы. Конечно, сложно, когда рядом деточки любимым делом-то заняться. А здесь легко и пожалуйста. И в 40, и в 50, и в 60. Баба, ягодка опять. Ну, а в принципе, может быть и в 70, и в 80. А насчет покушать? А тема-то такая и есть. И при этом цена. Да нормальная цена с отличным сервисом. При вас все делается. При вас. То есть, тема-то очевидная. Тема другая. Ресторан. Ресторан. Ну, по-нашему, это кафе. То есть, чудненько. И все готовится для вас. И повар, и ваша страсть. Захотели перченого сделает слово о месте. 16 человек, и это немало. Любые рестораны, а я все-таки объясню слово ресторан, это место отдыха от работы. Рест по-английски. Это отдых. Плюс вкуснота. А цены, как в любой столовой. И чтобы не приехать. К слову, о мойке. И она тоже есть. Причем качественная. Я, конечно, понимаю, что моек разных много. Но где же ваш отдых-то? Да даже просто подняться и посмотреть. Журнал без суеты-сует. Где это? Я не везде такое видел. К слову, о месте отдыха. Я вам продемонстрирую размеры. И это вместе с часами. Крупные часы, как Rolex и Breitling. И вот такие размеры блюд. К слову, о том, как их можно съесть. А никак. Я попробовал и не получилось. К слову, о цене. 350 рублей я могу съесть. 500 никак. Ну, вы понимаете, мой аппетит. Чтобы вы поняли, я вам продемонстрировал, положив сюда свои замечательные часики. Ну, понятен результат. Не маленькие часики. Абсолютно не маленькие часики. И вот так вот вас здесь кормят. Хотя, если честно, каждому такому блюду, в принципе, достаточно, чтобы вы смогли покушать в гордом одиночестве. Блюда очень большие. В действительности. То есть, вот такая большая-большая-большая солянка. Такой большой-большой-большой-большой салат. И такие очень недетские стейки вместе с картошкой фри. Ну, просто круто. Итого, все это вместе 500 рублей. Еще раз объясняю. По очереди все это делено на три и получаем цена вопроса. По 120-большим рублей. Нормальный результат? Нормальный результат. То есть, сюда также можно покушать. К слову о том, как вы сюда приходите и кушаете. За вашей спиной все это дело готовится. И вы понимаете, что делается все это исключительно для вас. Если что-то вам не понравилось, если вы хотите немножко досолить, все это вам делается. Никаких проблем не возникает. То есть, повар здесь работает для вас в том числе. То есть, если вы здесь решили надолго посидеть, здесь 16 мест, то есть, можете сидеть. Никаких проблем нет. И повар будет до того момента, как только вы закончите свою еду. Захочите в 2 закончить? Будет до 2, захочите до 5. Будет до 5 часов. Выправлял, особых нет. Насколько это вкусно? Вы бы хотели это дело посмотреть? Я, конечно, постараюсь это сделать. И все это сделать вы можете. Достаточно просто включить интернет. Есть такой канал YouTube. Фамилия Челейкин, она одна, единственная. Все Челейкины это мои родственницы. То есть, их всего по миру 20 штук. Всего-то. Один из них, самый лучший, Алексей Челейкин, это мой сын. Естественно. То есть, просто вбиваете. Алексей Челейкин, начинаете смотреть, как это все вкусно. Как-то где сделано. А где сделано? Ну, естественно, здесь. Пересечение улицы Московской и улицы Советской. Круто, конечно. Круто, конечно. Обалдеть. Кроме всего прочего, вы можете посмотреть те же самые сюжеты. Есть такой другой, Vimeo. То есть, два хостинга больших. Один YouTube, другой Vimeo. И в отличие от моей фамилии, у меня имя немножко другое. Понимаете? То есть, в любом случае, вы попадете 100% на меня. Никаких проблем нет. Если вы хотите посмотреть, как это буду сейчас делать, то просто вбивайте и смотрите. Что я сейчас покушаю? Сейчас я покушаю этот замечательный салат. Я понятия не имею, как он готовится и что это такое. Я этого просто не знаю. Откроем вилочку. Так, осторожненько уберем. Это все сюда и попробуем. Ну, я уже вижу здесь замечательный грецкий орех. Обожаю эту штуку. При мне сделаны изготовленные огурцы. При мне належанные помидоры. При мне. Это очень вкусно. И так и потихонечку. Вкусил водохой салат. Сыр. Сыр копченой колбасой. Удовольствие не издешево. Я даже не буду рассказывать, сколько это будет. Классура будет достаточно длинная. Здесь можно покушать, пообщаться, договориться или просто отдохнуть. К слову, а то, как вы здесь посередитесь. То есть, в вашем случае, вот треснок кладликации, треснок до канала. Здесь всегда чистая вода. Здесь включают отопление и горячую воду. Тогда, когда это нужно. А не тогда, когда весь город будет замерзать. Да, это кульно. Зачем я думал пообеду? Да, обалденительно все это. Часики. Этого одного достаточно, поверьте мне. Теперь другое блюдо. Ну, кто-то может салат поесть. К примеру, моя супруга. Она как-то не сильно любит. Утром, ну и в обед есть. Солянку. А я люблю соляночку. Вот. Очень сильно я люблю соляночку. Настолько я люблю соляночку, что готов вам продемонстрировать, насколько это вкусно. Не торопимся. Размешиваем. И даже нюхаем. И сейчас я вам передам. Процесс бухания. Что это такое? Ммм. То, что должно быть. Аромат. В этом аромате копченость, естественно. В этом аромате замечательные. Невкуснейшие огурцы. В этом же аромате присутствует олит. В этом же аромате естественным. лимончиков. Обалдеть. Обалдеть. Это вкусно. Очень-очень вкусно. Обалдеть. И опять же, кто-то хочет салат. Кому-то вот такой здоровенной порции салатки просто хоть обовремя. Кто-то захочет стейки. Это чуть позже. Это будет круто. Теперь стейки. Ну да. То есть, если вы даже можете прийти сюда и спокойно отдохнуть, то за сумму 500 рублей вы будете кушать практически в целый вечер. То есть, прийти сюда с плотно набитым животом. К слову о том, если вы сильно здесь захотели остаться, ну, никаких проблем особых не существует. Никаких проблем. Машину оставили здесь, переночевали и поехали дальше. Теперь попробуем вот это. Насколько это вкусно. Вот так вот. Берем аккуратненько. Ну, это стандартно. Вот, значит, картошки фри. Я знаю, кто тут не зарабатывает. Здесь на картофель фри не зарабатывает. Это просто гарнир. По сути, ничего не делает. Не стоит. Кроме всего прочего, там, где зарабатывают картофель фри, настолько ли часто моют посуду. Здесь посуда маленькая. Сделали, приготовили и вырезали масло. Супер! А вот теперь я очень люблю стейки. Как они готовятся? Это, естественно, гриль. Вы все это видели. Исключительно. К слову о том, что здесь есть, приедете, посмотрите. Обязательно закажите, приедете. И не одни, а с семьей или с друзьями. Потому что это хорошо. Хорошая атмосфера. Здесь кондиционер. Спокойно, вот 23 градуса я себя чувствую. Вполне нормально. К слову о зиме. Также здесь тепло и уютно. К слову о том, где это. Ну, где это, я вам уже неоднократно объясняю. Это пересечение улицы Московская и улицы Советская. Прямо вы мимо него не проедете. Затерянный мир. Вот такая она прелесть, господа ательеры. Такая ситуация бывает. Все семьи одинаковые. Иногда нужна и тишина, и чтобы недорого. Чаще нужно удовольствие от мытой машины. Еще вкуснее обед, завтрак и ужин. Здесь целиком обед от 150 рублей. 20 долларов в ночь. 30 круглые сутки. И машина ваша всегда чиста. И это также дешево. Ну, а где такое есть? А есть оно здесь, в затерянном мире. Тот самое место. Место хорошее. И хотя здесь ездят автомобили, как вы прекрасно понимаете, за такими окнами вы машины не услышите. Кроме всего, здесь кондиционированное помещение. То есть можно спокойно, спокойно и грамотно отдохнуть. Кроме всего, вы здесь можете покушать. Кроме всего, если вы здесь решили отдохнуть, то ресторан закрывается и вы можете в небольшой компании, примерно 16 человек, спокойно посидеть. Чем ли это не радость, тем, кто хочет пообщаться. К слову о том, что если кто-то что-то тут перепрал, ну, такое бывает, и нету необходимости ехать никуда, в принципе, места в отеле тоже стоят абсолютно недорого. То есть 1500 рублей на ночь и 2000 круглые сутки. Прекрасно. Кроме всего прочего, то есть если вы приехали на какой-то машине, ну, повидавшей виды, в смысле, пропутешествовавшей даже из Челябинска, если из Москвы, то это однозначно, вам ее необходимо будет помыть, вам эту машину здесь и помыть. Кроме всего прочего, машины здесь на ночь заезжают на парковку, вот эту самую парковку, она не работает, поэтому ваша машина здесь стоит, просто крючки оставляете, машина загоняет и выгоняет. Кроме всего прочего, если уже холодно, а такое у нас случается, зима все-таки иногда бывает, вы машины на зиму оставляете в этом гараже и утром встаете и даже не греете, потому что машина всегда теплая. Чем ли это не самое интересное место, которое мы вам показали? И место называется мини-отель кафе Затерянный мир и телефон 47 55 47 47